когда человек говорит что он испытывает чувство лени на самом деле он может быть жертвой самого разного самых разных феноменов значит ну возьмем такой вариант просто статистический самом деле за нашу психическую активность отвечают клетки которые получили название ретикулярной формации клетки ретикулярной формации это специфические такие нервные клетки они отличаются от других нервных клеток тем что они способны самозаводиться то есть их связи так устроены что после того как эти клетки получают какой-то импульс они дальше начинают сами себя как такой перпетум мобили подзаводить и этот эта подзаводка начинает подниматься вверх по стволу мозга по подпадает подкорковые структуры и потом поднимается до коры и является таким как бы энергетическим таким стимулом внутренним самопроизвольным такое на самом деле есть сердце называется клетки плейсмейкеры которые создают сердечный ритм поэтому этом нет ничего удивительного в мозге есть свои плейсмейкеры это вот ретикулярная формация и как вы понимаете люди они все разные они разные по росту по весу по цвету волос там и так далее и так далее и это в значительной степени определено генетически точно также количество психической энергии которые мы с вами располагаем в значительной степени зависит от того что нам выдали наши родители в качестве этих генов не обязательно причем родители это могут ваши бабушки и дедушки и дяди и тети про которых вы сейчас даже не в курсе и вот в любом случае мы наследники того генома который мы получили и он определяет значительной степени активность детей детей взрослых и так далее если вы просто посмотрите на детей то вы увидите что как собак выбирают найти к не в помете собаки и бывают такие живчики а бывают такие вот ну кого-то кто-то может там неплохо лежал у мамы в брюхе вот но в основном это конечно генетические особенности предлагают всегда выбирать бойкого пса если вы хотите соответственно бойкую собаку вот то есть если бы это было просто вопросом развития то любая собака имела бы шансы нагнать так сказать мне тех кто развивался лучше в нее внутриутробно но нет особенности генетические у кого-то кто-то более активен кто-то менее активен иногда это достигает степени патологии есть даже такое понятие как эстенической психопатии это такая особенность психики при которой у человека действительно в болезненной форме не достает психической энергии есть живчики которых вот просто что называется как это не 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 схватить вот а есть те которые действительно от природы менее активны вот конечно окружающие скажут что они длины лень ленятся да и ленивы но на самом деле это вполне возможно связано просто с их конституциональными так называемыми причинами и факторами вторая вещь которая часто скрывается за понятием лени связано с образом будущего и вообще мы с вами сейчас живем в очень сложное время и пандемия в этом смысле просто ударила нас под дых потому что мы-то жили в конструкции при которой мы более-менее представляем себе как будет развиваться как там говорят как будут развиваться события покажет время вот мы ожидали что мы как-то понимаем как будет развиваться время но этот черный лебедь не черный лебедь не считаю черным лебедем потому что это было предсказано и было понятно что мы с таким столкнемся но в рамках сна нашей такой обыденной жизни конечно мы не представляли что таким образом у многих кардинально поменялась жизнь это изменение работы этого утрата работы это переход на удаленку и так далее так далее масса факторов которые привели к тому что изменился привычный образ жизни и сейчас представлять будущее становится все сложнее и сложнее мы проводили большое исследование и показали что сейчас как бы вот горизонт этого такого планирования которое люди проводят сократился как минимум в три раза то есть если раньше вы смотрели вперед на три месяца то сейчас вы в лучшем случае смотрите на месяц вперед значит что происходит с нашей психикой когда она не видит будущего будущее это то что манит психику значит мы придумываем наше будущее как цели как нечто желанное когда у вас есть это желанное в вашем образе восприятия мира до вашим воображаемым будущем то ваш мозг выделяет дофамин который подталкивает вас к достижению результата то есть если вы представляете например что вы там сейчас вот активно поработаете у вас будет возможность после этого там поехать куда-нибудь на отдых и вы про об этом мечтаете это ваша такая греза куда-нибудь поехать я не знаю рио-де-жанейро так сказать и вы про это думаете то каждый раз когда у вас появляются какие-то дополнительные средства которые вы зарабатываете и откладывается на отпуск у вас выделяется дофамин который вам говорит что вот-вот награда впереди вот и этих вот планов таких у нас очень много вот начиная того как мы будем праздновать день рождения я не особо праздную но некоторые люди празднуют активно вот новый год например как мы будем праздновать и так далее всегда вот это предощущение это маленький дофамин который постоянно выделяется когда вы вспоминаете про эту цель когда вы думаете про нее дофамин это гормон такой живой радости серотонин такой гормон спокойной радости вот он нас выделяется если мы чувствуем что нас вокруг хорошие добрые люди поддерживают уважают любят и ценят а дофамин выделяется как раз в связи с предощущением возможности воплощение нашей цели в будущем вот и поэтому устремленность в будущее является очень важной психологической составляющей дающие нам энергию в настоящем сейчас мы оказались в ситуации когда будущее закрыли черной тряпкой и большое количество людей просто не испытывают тот прилив дофамина который необходим для того чтобы поддерживать себя в таком хорошем жизненном тонусе значит это вторая составляющая есть 3 я могу их на самом деле долго перечислять но я в какой-то момент остановлюсь но чтобы вы просто понимали что когда мы например говорим про лень это может быть страх связанный с с провалом ну на самом деле в нас есть как я вам уже говорил много частей мозга которые принимают участие в этом внутреннем так я это иногда называю такое внутреннее политбюро если вы смотрели мультик головоломка там пусть в очень таком упрощенном виде но хорошо показано что внутри человека идет дискуссия там дискутируют разные эмоции на самом деле у нас нету эмоций это что мы спрямо эмоции это не они но в общем не важно но в любом случае у вас там есть такой генштаб в котором сидит полетбюро вот и у каждого есть свои интересы какая-то часть вашего мозга хочет быть вот такой перфекционистом хочет чтобы все у него получалось прекрасно хочет чтобы у него от его действий все как бы все были в полном восторге там и так далее ну вот и она говорит я эта часть я хочу чтобы то что я делаю было замечательно вот после этого есть какая-то другая часть вашего мозга который мониторит ситуацию видит что кого-то похвалили за то что он сделал у кого-то что-то круто получилось там еще что то то есть ну какие-то узнаете что у вас есть конкуренты условно говоря наплать на площадке где вы собрались так сказать произвести какую-то революцию и эти части вашего мозга говорят вашему перфекционисту дорогой перфекционист конечно у тебя масса прекрасных идей но скорее всего ты хотел сказать в общем можешь немножко не может не сложиться вот и из-за того что эта часть мозга не хочет чтобы мне что-то не складывалось им нужно найти консенсус и консенсус который внутри вас складывается это вы не можете приступить к делу как только не приступаете вам сразу становится и скучно и грустно и некому руку подать и тогда на самом деле вас говорит страх провала вот который вы можете не осознавать если вы не понимаете что на самом деле происходит в вашем мозге и что является ключевыми факторами которые определяют ваше поведение именно об этом мы рассказываем на курсе котел онлайн потому что мы как раз пытаемся разобраться в том что вы на самом деле хотите и какие на самом деле потребности вы испытываете но это одна из сторон нашей работы на курсе но очень важная поэтому осознание того что вами движет является одним из очень важных факторов понимания того где вам брать энергию и тут мы переходим к следующей причине почему вы можете испытывать чувство лености она связана с тем что вы на самом деле не знаете что вы на самом деле хотите то есть у вас может быть набор установок который мы воспринимаем из окружающей среды от других людей и вам кажется что нам было бы очень хорошо если бы и вот это если бы превращается в такую предложение с многоточием в которой общество другие люди услышанные какие-то нами фразы как бы или там ее зависиме из медиа из социальных сетей и так далее вставляет концовку предложений если бы вот было бы так мы я не знаю у меня была бы работа дизайнера то я был бы и счастливый человек если бы у меня там меня маша бы полюбила петя полюбила там и так далее то все было бы прекрасно и вот у нас возникают вот эти вот если бы которые на самом деле часто являются просто вот такими случайными фантомами которые превращаются в иллюзии целей то есть нам кажется что мы этого хотим но на самом деле поскольку психика не способна собрать достаточного потенциала для того чтобы в этом направлении действовать эта цель является таким симулякром такой тенью которые отбрасывают внешние обстоятельства но не отнюдь не на ваши внутренние потребности и часто когда человек говорит что ему лень и ты с ним разговариваешь раз спрашиваешь его ты просто понимаешь что у него есть вот эта мечта которую даже не способен как бы структурировать как он к ней придет из чего складываются шаги для достижения этой истории вот поэтому возникает ощущение что цель есть желание есть но это желание не психическое она ментальная и вы не можете на этом желании двигаться вы можете двигаться только на своих фактических потребностях на своих фактических дефицитах на своем фактическом голосе голоде поверьте если там лишить вас кислорода вот пакет надеть вам на голову полиэтиленовый вот это вы даже будучи очень ленивыми существами вот начнете как-то бороться за существование это очень важно понимать что цель желание она рождается из дефицита